Всем доброе утро! У нас уже сейчас времени почти 10 утра. Проснулись мы где-то часочек назад, может быть, немножко позже. Я Льюшу уже покормила и заплела. Сейчас она поедет к бабушке с дедушкой, а я буду собирать чемодан. Такое волнительное утро, плюс я напилась кофе, меня прям все потряхивает от кофеина. Эй, киса, покажет свою причесочку. Лью услышала, что папин телефон звонит, тут же ломанулась. Ай, красотка, это наши первые серьезные косички. Но было их непросто, кстати, плестили, Льюшке, видите, вот она тут балдыхается. Потому что Льюшка сразу плачет. Так что я очень не туго завязала все. Льюша, ты зачем это достала? Это папа уже собрал, а ты достаешь. Нельзя, Льюша, ну-ну-ну. Льюшу ж, ну-ну-ну. Сейчас они уже поедут, а я буду сначала уберу здесь все, потом буду еще дела делать, а потом буду собирать нашу сумочку. Спасибо. Спасибо. Для вас видео. Когда... Не показалось, что там голод. Когда я собиралась в Мюнхен, я помню, что я здесь была вечером поздно в пятницу. Мои были у родителей. И я снимала вам видео, я собирала чемодан, потом я ревела, потому что я должна была ехать без Ашера. Включу-ка я мозгам. Здесь жарко. А сейчас мы летим с Ашером, поэтому мне плакать нет причины. У Ашера чемоданчик уже собран. Прежде чем начинать собирать свой чемодан, я всегда отбираю одежду, в которой мы полетим с Льюшенькой, собственно говоря, в самолете. Чтобы из чемодана не выковыривать что-то, не пытаться что-то придумать, просто открываю шкаф и вижу все вещи, которые у меня есть, и есть у малышки, и выбираю из них самое подходящее. Я сейчас позвонила Ашеру, поинтересовалась у него, какой он уже положил в свою сумочку гель для душа. Кстати, для меня, для Льюши, я решила просто взять детский Джонсонс Бэби шампунь. Один на двоих, знаете, чтобы не тащить такую же банку мою, Льюшкину, потом Льюшкин детский гель, такая же банка, мой гель. Мы возьмем вот это на нас с Льюшкой двоих. Плюс Ашер взял гель для душа большой, крем, не скраб. А к этому гелю для душа, к крему я уже Льюшу приучила заранее. Недельки за две я начала ее мыть им постоянно, и не увидела никакой реакции на кожу. Поэтому я очень рада. Мы возьмем просто одну банку на всех, на нас троих. Беру с собой кофе, потому что я его очень люблю. Мы едем на пять дней, я возьму пять кофеечечков. Эти у меня со вкусом лесной орех, это со вкусом ваниль. Let's go. Здесь же у меня, кстати, книжка для Льюши взяла одну, и ее игрушки тоже взяла чуть-чуть. Вот такая идея для мамочек с маленькими малышами. Значит, вместо того, чтобы брать с собой тарелочки, которые нужно потом будет помыть после кашки, после еды, и высушить, чтобы положить обратно в сумочку, я использую просто одноразовые пластиковые плошечки. Они идут в большом наборе. Вот, я их обязательно мою. Сейчас буду ждать, когда они высохнут. Потом сложу их вот таким вот образом. Здесь у меня десять штук. Две из которых я возьму с собой в самолет. Остальные восемь просто на отдыхе вам используют. Значит, я завариваю кашу в плошке, кормлю, просто выбрасываю, потому что она одноразовая. Не нужно ничего мыть, не нужно ничего лишнего таскать. Покормил, выбросил. Смотрите, какая вкусняшка у меня здесь. Это замороженные ягодки и сахар. У меня бабушка так в детстве часто делала. Только ягодки у нас были дачные наши. Мой чемодан уже в большей степени собран. Вот так вот он выглядит. У меня еще есть дела разные дома. Я хочу пропылесосить весь пол. Нужно дособирать чемодан. Нужно сейчас отмонтировать для вас это видео. Я сразу его вам выложу. Опять на том же самом месте я хочу пожелать вам всем хорошей недели. Поблагодарить вас за то, что вы со мной были все в моем видео. Скоро мы с вами увидимся. Через неделю я вернусь. Неделя у меня будет брейк, перерыв. Привезу для вас новые интересные влоги с Кипра, с моего отдыха. Мы летим туда нашей семьей. Если вы не знаете, я, Ашер и Лиюшка. Лиюшка сейчас все еще у родителей. Мы заберем ее по дороге в аэропорт уже. Увидимся через неделю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok